Всем привет! Вы смотрите канал Биток Блок, а значит ждете очередную порцию новостей из мира криптовалют. В сегодняшнем выпуске мы вспомним первого покупателя пиццы за BTC, который спустя 8 лет повторил свой эксперимент. Игровой гигант Ubisoft планирует использовать блокчейн в сфере цифровых развлечений. Неизвестные похитили создатели криптовалюты призмы и украли у него 300 BTC. Количество поисковых запросов слова биткоин снизилось в 4 раза. Означает ли это, что он теряет свою популярность? Ну что, поехали! 22 мая 2010 года произошло забавное и в то же время значимое событие. А именно первая покупка реального предмета за криптовалюту. Несмотря на то, что Ласло Хенниц обычный программист, он успел прославиться тем, что заказал две пиццы и первым в истории рассчитался за них виртуальной валютой, заплатив при этом 10 тысяч BTC. Этот день назван днем биткоин-пиццы и в Твиттере был создан одноименный аккаунт, в котором размещается актуальная цена двух пицц, купленных за 10 тысяч BTC. Спустя каких-то восемь лет программист решил еще раз повторить эксперимент и вновь заказал пиццу, но уже с помощью сети платежных каналов Lightning Network. Чтобы подтвердить пройденную транзакцию и получить себе пиццу, программисту нужно было показать курьеру первые и последние четыре символа полученного значения, которое было присвоено данному переводу через LN. В этот раз Хенниц заплатил порядка 649 тысяч Сатоши, что примерно составляет 62 доллара. Также в январе этого года один из пользователей Reddit приобрел VPN-роутер, установив платежный канал второго уровня между ним и интернет-провайдером Togat, который в свою очередь начал принимать криптовалюту в качестве платежного средства еще в начале этого года. Известная всем геймерам компания Ubisoft заявила об использовании блокчейн-технологии в игровой сфере. Подразделения компании под названием Strategic Innovation Lab исследуют данный вопрос и заинтересованы в высокой защите прав пользователей на их цифровую собственность. Благодаря блокчейну у нас может быть собственный цифровой эквивалент Пикассо, сообщает глава Ubisoft Strategic Innovation Lab. Благодаря блокчейну будут созданы коллекционные цифровые предметы, которые не будут поддаваться копированию и станут принадлежать лишь одному пользователю. Тем самым будет обеспечена надежная защита прав интеллектуальной собственности. Еще одной жертвой преступников стал Юрий Майоров, который является одним из основателей криптовалюты PRISM. По словам пострадавшего, 22 февраля перед запланированной поездкой в Индию на него напали четверо преступников и избили. После этого они посадили его в машину и отобрали все вещи, включая наличные деньги, ноутбук и три айфона. Стоит отметить, что на ноутбуке Майорову был открыт доступ к онлайн-кошельку с тремя стами BTC на счету. Также сообщается, что злоумышленники заставили основателей PRISM запить какую-то таблетку водкой и затем выкинули его из автомобиля. Майоров уже подал заявление в полицию и было открыто дело по факту грабежа. Компания Google заявила о том, что интерес к криптовалютам Биткоина и Эфириум начал падать, а также привела статистику и метрику из сервиса Google Trends. Во время колоссального скачка Биткоин в декабре прошлого года запросы про данную криптовалюту достигли пика и составили 100 баллов, но уже в последнее время показатель и вовсе опустился до 25. Запросы по криптовалюте Эфириум также не отличаются высоким ростом и к середине февраля также показывают спад по поисковым запросам до 29 баллов. Сложно сказать, что падение курса криптовалют прямо влияет на количество запросов в интернете, но эти показатели точно взаимосвязаны. Но анализировать последние изменения на основе только этих данных нельзя. Эксперты портала Trustnode заявляют, что независимо поисковая система или социальная сеть, интерес инвесторов имеет циклический характер. И после грандиозного спроса наступает спокойствие, которое на данный момент остается в тренде. Вопрос, означает ли это, что криптовалюты теряют свою популярность и интерес среди пользователей? На этом вопросе мы и заканчиваем сегодняшний наш выпуск. Другие новости вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте, а ссылка есть в описании. Следите за новостями вместе с нашим каналом. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok